и друзья сегодня я хотел бы вам показать 2540s сейчас я вам покажу как можно сделать тест проверить в каком состоянии находятся печатающие головки на этих моделях на canon моделях принтера для этого что нужно делать вот у нас здесь имеется такая красная кнопка кнопка стоп и его гонный значок имеется и рядом лампочка должна загореться посмотреть состояние головок вот на эту кнопку нажимаем пока не загорится вот здесь вот этот лампочка здесь вот нажимаю и держу и ты загорелся отпускаю вот сразу когда отпускаю принтер как вы видите начинает уже работать сейчас принтер прогоняет чернилу системы и полностью сейчас покажет нам в каком состоянии находится картриджи вот он печатает тестюр посмотрим состояние получается снизу желтые отличном состоянии красные отличном состоянии синие в отличном состоянии единственный здесь вот черный плохом состоянии даже можно сказать очень плохом состоянии этом состоянии у нас может при печати черный цвет выйти с полосками печатать с полосками если примерно картину если печатать а если мы будем печатать текст то текст примерно определенный промежуток текстом будет печатать некоторые предложения он будет этот как бы пускать пробел, ну не будет эти промежутки печатать из-за того, что головка находится в плохом состоянии. В данном случае нужно делать прочистки. Прочистки можно делать двух видов прочисток. Одна прочистка это идет обычная прочистка печатающей головки и еще одну прочистку можно сделать глубокую прочистку. Для этого используем, для обычной прочистки используем ту же самую кнопку и для глубокой прочистки тоже используем ту же самую кнопку. Прочистка для чего делается? Если примерно долго вы не печатали на этом принтере, там начинает высыхать головка. Если полностью не высохла во время прочистки он прочищает вот эти головки и он начинает печатать аккуратно. Вот как у нас другие цвета, вот так же и будет черный тоже. Если долго не печатали, оставили. А глубокую прочистку это делается в том случае, если вы чересчур долго оставили и очень плохая печать, если все цвета в плохом состоянии находятся. В этом случае только нужно делать глубокую прочистку. Если небольшие проблемы, то делать желательно обычную прочистку. Один, два, три раза. Если пробить, после того как все идеально выходят, уже прочистку не нужно делать. Уже печатайте. А до того, пока все красиво не будет печатать, желательно делать прочистку. Прочисток тоже одним разом, ну не более 5 наверное. Больше не желательно, потому что могут испортиться картриджи. Давайте перейдем к делу. Вот здесь у нас имеется кнопка стоп, как мы сказали. И вот треугольный значок был у нас здесь с лампочкой, которая должна загореться. Обычную прочистку, когда делаем, нажимаем на него и держим. Там два раза должна мигать вот эта кнопка. Раз, два. Все. Отпускаем. Сейчас он будет делать прочистку. Обычную прочистку. Вот краску прогоняет. Делает обычную прочистку. После того, как он сделал же обычную прочистку, сейчас проверим, у нас черный испорт, исправился или нет. Нажимаем. Один раз загорается, датчики отпускаем. Все. Сейчас посмотрим. Он не исправился. Сейчас мы поставим обратную сторону. Изменений у нас не было. Сейчас сделаем глубокую прочистку. Чтобы глубокую прочистку делать, здесь нужно то же самое действие. На эту кнопку нажимаем и смотрим на тот датчик. И надо, чтобы там три раза мигала лампочка, держать кнопку. Вот держим. Раз, два, три. Все. Вот это идет глубокая точка. Вот это идет глубокая точка. Вот он делает глубокую прочистку. Я вам скажу, в чем разница между обычной и глубокой прочисткой. Обычная прочистка, когда делает, расход красок небольшой идет. Он мало краски прогоняет через картриджи и расход красок небольшой. А если глубокую прочистку делать, то там в два раза больше расхода красок, чем в обычной прочистке. Из-за этого глубокую прочистку там при необходимости не делают. Лучше обычную прочистку делать один-два раза. Если примерно три раза так. Если не пробивает, то потом только делать глубокую прочистку. А так расход краски глубокой прочистки и большой идет. Все. Прочистка глубокая у нас закончилась. Сейчас то же самое посмотрим. То есть, вот, нажимаем, догадилась. Один раз и отпускаем. Сейчас он пропустит у нас респирс. Как видите, этот не хочет пропускать. Но здесь я могу сказать, что я много раз пытался этот картридж в себя провести, но не получалось. Потому что этот картридж уже испортился. По ходу здесь, перед тем, как... Ну, после того, как краска закончилась, на нем хозяева, наверное, пустым картриджем много распечатали. И при пустом картридже, когда много печатают, этот картридж тоже портится. Но они нагреваются. Сухие картриджи, там немножко краски бывает, краска нагревается. И этот картридж портится. Из-за этого нежелательно, даже вообще не нужно, когда пустые картриджи находятся там, печатать на них что-либо. Либо рисунки, или там текст, ничего желательно не печатать. Желательно их заправить и дальше... Даже не желательно, обязательно их заправить и дальше печатать. Вот эти самые действия можно сделать и через компьютер. Сейчас я вам покажу, как можно эти действия проводить через компьютер. Через компьютер примерно открываем любой PDF-формат учебник. Ну, тут пускай будет «История России» или любой учебник. Это можно скачать с интернета. Ну, чтобы PDF-формат открылся, у вас компьютер должен поддерживать PDF-формат. Ну, программа там должна быть. Дальше. Нажимаем на печать. Вот. Вот этот у нас принтер. Вот такой. Драйвера должны быть установлены в этом принтере. И подключенный к... Не, в этом компьютере. И подключенный должен быть принтер к компьютеру. Вот. Вот этот модель у нас есть тут. Драйвер уже. Дальше. Здесь выбираем «Свойства». Вот у нас имеется, видите, стандартная фотопечать. Можно выбрать «Бизнес-документ». И сохраненная бумага, да. Сохранение бумаги, там дальше. Конверт. Ну, это качество печати. Это обычное качество, это фотопечать. Это он более-менее четко будет печатать. Ну, дальше, дальше, да. Нам это не нужно. Мы дальше идем. Нам стандартное качество пойдет. «Обслуживание» идем. Вот в разделе «Обслуживание» имеется, как я вам сказал, очистка и глубокая очистка. То, что я вам там в принтере показал, то и здесь находится. Очистка и глубокая очистка. Вот здесь предотвращение и появление нежелательных пятен и полос на отпечатанных листах. Здесь написано «Очистки». А глубокая очистка – это очистка засоренных сопель, которые не удалось очистить методом обычной очистки. Вот. Очистки. Из-за этого мы выбираем сейчас. Глубокую прочистку не будем делать, потому что там уже картридж у нас и так испорченный. Чтобы вы знали, как это делается, здесь я вам покажу. Делаем обычную очистку, прочистку. Здесь можно выбрать все цвета. Можно выбрать отдельно. Черный цвет, можно цветные взять. Ну, цветные там эти три – желтый, синий и красный. Если черный выберем, то черный. И все цвета, все цвета будут расходоваться. Чтобы все цвета не расходовать, у нас остальные цвета нормальные, выбираем черный. Но если вы у вас там в желтом или другом можете выбрать, или вот этот в красном или синим, или все цвета можете выбрать. Ну, у меня в данном случае только черный цвет, проблемные остальные нормальные. Дальше «Выполнить». Вот уже принтер заработал. Вот здесь показывает. Вот они пустые, потому что там картридж заправленный из-за этого. Если новый поставить, он будет показывать. Если заправленный поставить, он не будет показывать. Вот принтер у нас там прочистку сделал. Вот печать обзора делаем. Окей, все. Вот у нас идет печатание. Ну вот, тот же самый принтер, этот краску не видит он. Ну, половина в хорошем состоянии, а половина здесь в порченном состоянии находится. Картридж. Так что, картридж нужно, что делать, заменить. Если хотите узнать, как он будет печатать, я могу вам сейчас показать. Черный цвет возьму и цветную фотографию еще распечатаем. Вот здесь у меня с интернета скачаны имеются черные, такой, так, печать выбираем. Фотография чисто черная. Выбираем печать. У меня здесь вот принтер названий. Вот здесь, здесь на 15 размер. Авто и обычная бумага. Здесь можно глянцевый выбрать. Вот глянцевый. Это супер глянец какой-то там. Этот глянцевый. Обычный глянец. Это надо выбрать. Если супер глянец там какой-то, то вот этот нужно выбрать. Ну, у нас обычная бумага. Мы выбираем. Здесь можно вот так выбрать, можно вот так. Ну, экономия сделаем. Дальше нажимаем печать. Сейчас посмотрим, как он будет его печатать. дальше вот здесь начало печать идет уходит нажимаем вот начинает печать вот как он печатает это состояние исправить не получается сколько прочисток не сделал сейчас я проверил другие цвета сейчас посмотрим с разными цветами рисунок и посмотрим другие цветы сейчас выберем такой рисунок у нас тут печать вот дальше то же самое здесь на 15 фото обычная бумага печать сейчас вот здесь у нас как видите желтый цвет имеется синий имеется красный цвет тоже имеется здесь на этих цветах полосок нету значит это цвета проходят хорошо а вот где у нас черные цвета как видите идет с полосками черные цвета и с полосками это значит проблема в черном картриде и подписал и упал